Всем привет! Биржа контента TextSale. Стоит ли с ней связываться к копирайтеру и есть ли у нее полноценный функционал для заработка? Я, например, занимаюсь с ней несколько лет. Изначально были покупки для себя статей, затем начал сам продавать, сам писать. И сейчас рейтинг 569 единиц условных. Ну это примерно там около 300 работ. Чем она примечательна эта биржа? Здесь можно подбирать себе заказы. И вот мы сейчас на примере посмотрим, какие есть сейчас 2018 год, январь месяц, какие есть сейчас заказы и какая стоимость выполняемых работ. Вот мы открываем страницу заказы. Это свободные заказы, которые может взять любой участник. Но здесь может быть ограничение именно из-за рейтинга. Когда заказчик формирует заказ, он устанавливает величину рейки, начиная с которого исполнитель может увидеть этот заказ. Ну вот мы смотрим, как зарабатывать на SEO Sprint. Такой вот заказ, требование, цепляющее вступление, описание, описать методы заработка. Ну в общем-то, статья не особенно сложная. Если кто работал на SEO Sprint, тому известно, о чем писать. Но это тоже достаточно серьезная работа, так как вот смотрите уже, здесь есть внизу требования ключевые слова, два, три ключевые фразы, одна ключевая фраза и еще одна. То есть их нужно вписывать без изменений, а соответственно для этого нужно формировать специальное предложение, специальные абзацы. Четыре тысячи символов. И цена за все 49 рублей. То есть 12 тысяч рублей за тысячу знаков без пробелов. Вот такая стоимость, можно брать, можно выполнять. Однако это достаточно дешевая работа. Ну пойдем дальше посмотрим. Вот предлагает заказчик новичкам для поднятия рейтинга. Вот он предлагает сделать 10 тысяч символов без пробелов. По тематике, 7 тематик различных. Требуемая уникальность 100% по тексту. Достаточно серьезная уникальность, выше не бывает. И писать каждой статье, 1-2 предложения, короткое описание. В общем, морока серьезная, 10 тысяч знаков. Практикующий копирайтер выполнен за день. И вот он за день заработает 73 рубля. Здесь цена еще ниже. 7 рублей за тысячу знаков. Ну идем дальше. Вот рерайт какой-то статьи про поселок. Ну здесь цена средняя для этой биржи 16 рублей. Материал срочный. Нужно писать то, писать все. Тоже заказ такой себе висит уже вторые сутки. Никто не хочет связываться. Это заказ, который нужно при выполнении изучать материал. Для этого ты затратишь как минимум минут 30 на изучение, подготовку, потом пока напишешь и заработаешь 32 рубля. Ну идем дальше. Может есть что-то более серьезное. Вот описание к фильмам. Такой известный. Здесь работодатель Айфрес или Ифрес. Ну это наверное из серии режиссер. Есть Илья Фрес. Ну это киноман какой-то. Вот он сейчас уже предлагает по 11 рублей за тысячу знаков. Пишите мне про фильмы. Перечисляет какие фильмы. Ну это его рекорд. Это что-то изменилось. Он наверное переосмыслил. А так у него обычно цена вот 11. 8. Это какая-то Елена Ольховская. А так обычно у этого Ильи Фреса цена 5 рублей. Текущая. В течение года я наблюдаю его заказы здесь размещенные. Вот пожалуйста вам один из интересных текстов для деток. Вот уникальность 100%. Проверяю по тексту. Элементами аэродинамики нужно быть ознакомленным. И за все это нам предлагают 8 рублей за тысячу знаков. Работа 4000. Общий объем. И заработает копирайтер 32 рубля. Работа очень дешевая здесь на текст-селе. Вот граф го. Это такой белая кость. 5 рублей предлагаю. Здесь пишите что хотите. Уникальность от 95%. Каждая статья от 2,5 тысяч. В общем пишите 7,5 тысяч и заработаете 39 рублей. Целый день можно потратить. Три статьи на строительную тематику. 5 рублей. Опять 5 рублей. И так идем мы. Вот мы попадаем на какие-то такие более специализированные темы. 24 рубля за тысячу знаков. Здесь нужно изучить какие бывают квесты. Например это какой-то сайт. И он оказывает какие-то услуги. Нужно туда зайти. Посмотреть что есть у него. Какая функциональная возможность. И описать ее. Ну то есть работа реальная. Но опять же нужно в тему войти. Потратить их где-то час. Час 15. Заработок при этом общий. 49 рублей. В принципе реальный заказ. Вот еще один. Заказ 32 рубля. За тысячу знаков. Ну это побольше. Опять же квест комнаты. То есть один и тот же заказчик. Может размещать. Похожие тематики. По разной цене. В зависимости от спроса. Кто-то возьмет дешевле. Кто-то возьмет дороже. Вот такие текущие заказы. По состоянию на 17 января 2018 года. Поэтому копирайтеру решать самому. Стоит ли связываться с этой биржей. Текст сейл. Или стоит с ней связываться. Я например. Рекомендовал бы вообще не брать заказы ниже 17 рублей. Выше бывает достаточно редко. Но бывают даже и свыше 100 рублей. За тысячу знаков. Это такие проскакивают. Срочные какие-то описания. Каких-то мобильных приложений. Или еще какие-то спец тематики. Бывает тема и немножко нестандартная. Там связанная с эротикой. Или еще с чем-то. Вот. Такое краткое описание. Функциональных возможностей. По предложению заказов на этой бирже. Однако здесь есть на бирже. 100% положительный момент. Это вывод средств. Выводятся деньги здесь через день. Выводятся деньги здесь всегда четко. Вне зависимости от того. Выходной это день праздничный. Или обычный рабочий. Что еще? Здесь есть партнерская программа. Можно размещать свои ссылки на различных ресурсах. Люди будут переходить. Регистрироваться. И если этот человек будет работать с биржей. То партнером он станет. И будет приносить некоторую маржу. Размещающему эту ссылку. Стоит ли связываться с этой биржей? Однозначно стоит пройти регистрацию. И разобраться с функционалом. Выполнить несколько заказов. Начать получать свой рейтинг. Накапливать. И исходить из того, что у копирайтера будет как минимум. Например, текущих три подобных биржи. На которые он мог бы заходить ежедневно. Выбирать себе работу. Выполнять там допустим по одной работе. На каждой такой бирже. Есть здесь неплохие заказы. Здесь достаточно лояльное отношение к исполнителям. И как я уже рассказывал. Выплата средств происходит здесь достаточно вовремя. Единственное, что исполнителю-копирайтеру придется учитывать тот факт, что уникальность здесь нужна достаточно высокая. Ну, если сравнивать по Adwego, то исполняемый материал должен иметь хотя бы 93%. По Adwego, Shingle 4. Если это будет, например, 90%, то уже есть опасность того, что сама система при сдаче не пропустит вашу статью. Каждая статья проверяется. Если вы выполнили работу, сдаете ее, то некоторое время она висит в виде непроверенная. Потом проходит проверку на копирайтинг. И ей ставится статус проверено зеленый. Если работа оказалась в какой-то копии или частичной копии, то снимаются единицы и достаточно серьезно снимаются. Поэтому приловчиться, выполнять. И если есть время, если есть возможность, если есть желание и функционал, то тогда вперед регистрация и работа на этой бирже. Всем пока!